Завтра в Наринмаре состоится традиционный снегоходный мотокросс на приз Героя Советского Союза, Героя России Артура Челенгарова Бурандей. Накануне завершился прием заявок на участие в соревнованиях. Таким образом, за звание лучшего гонщика будут бороться 9 женщин, 7 ветеранов, 11 спортсменов в свободном классе и 28 в основном заезде. Гонки пройдут в районе Центра активного отдыха «Большуха». Наша съемочная группа побывала на месте и пообщалась с непосредственными участниками соревнований. Слово Ольге Русу. Владимир Пуляев в этом году дебютирует на мотокроссе. Он заявился на заезд в классе «Свободный». Решение принять участие в гонках Бурандей принял еще год назад. Купил снегоход и начал тренировки. Всю зиму тренировались. В Тельвиске трассу делали сами, подготавливали. И все, вот на ней катались. Еще был параллельный зал. В зал ходили. Ну там с железом немножко. Подтягивания, отжимания и переседут. Ну такое банальное. По условиям соревнований снегоходы не должны подвергаться никакому тюнингу, улучшающему их проходимость. Максимальная скорость скиду, на котором будет соревноваться Владимир, установленная производителем, 160 км в час. Но в этих соревнованиях она не должна превышать 60 км. За сутки до гонок Владимир самостоятельно проводит осмотр своего железного коня. Необходимо все смазать, посмотреть на тяжку ремня, проверить гусеницы, потянуть раму и подвеску. Допустим, по технике, как лучше и что сделать. Где вот он мне подсказал там руль спилить, чтобы не упирался в грудь. Ну когда в поворот наклоняешься, закладываешь его в снегоход, чтобы он не упирался. Ну и так по мелочи ремень как натянуть. Какую экипировку покупать лучше. Ну вот по таким мелочам звонил и интересовался у него. Владимир говорит, что в приметы не верит. Верит только в себя и надеется, что организаторы не подведут. Устроят удобную и безопасную трассу. Между тем на месте гонок уже проработан контур трассы. Идет ее разметка и разглаживание. Как только работы по обустройству закончатся, трассу закроют, чтобы ее не разбили до начала гонок. Уже удалены по ходу движения все арматурины. Сейчас еще дополнительно проходят ее с металлоискателем. Ну чтобы посмотреть, может быть какие-то камни есть, не камни, а железо какое-то есть под снегом. И собственно сегодня, наверное, мы ее будем перекрывать, чтобы ее не испортили до начала соревнований. Вместе с тем на месте проведения гонок монтируют палаточный городок для зрителей и устанавливают торговые павильоны. Для удобства жителей и гостей города к месту проведения соревнований их будет доставлять специальный Буран-экспресс. Это шаттл, который будет курсировать от остановки нефтебаза до места проведения мероприятия каждые 15 минут на протяжении всего мероприятия. Естественно, он будет бесплатный. Поэтому призываем жителей, так как парковки у нас не самые широкие здесь, местность не позволяет под каждую машину сделать парковочное место, расчистить большие площади. Мы призываем к тому, чтобы воспользовались все-таки общественным транспортом. Сейчас организаторы и участники 24-х соревнований по снегоходному мотокроссу Буран-экспресс надеются, что погода не подведет. Ведь по прогнозу ожидается небольшой мороз, который был бы очень кстати. Напомним, что соревнования состоятся уже завтра, 14 марта. Отборочные заезды примерно начнутся в 9 часов утра. А непосредственно открытие мероприятия в 11, как и было запланировано. Ольга Руслан, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Ольга Руслан, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал Север.